На Самарской площади заканчивается монтаж георгиевской ленты фонтана. Выполнена она из стекла, которая гораздо прочнее, чем пластик. Каждый элемент символизирует пять лет, прошедших после Великой Победы. Всего их шесть. Фонтан был установлен к 30-летию Победы и с тех пор не видел ремонта. В итоге сильная коррозия, сгнившие трубы, конструкция проржавела. Именно поэтому фонтан был демонтирован полностью. Установлено четыре новых насоса, полностью заменен весь водопровод, полностью подведено новое электричество от трансформаторной подстанции. Заменены все подводящие коммуникации и водоотводящие. Работы завершены уже на 80%. На следующей неделе планируется установка светильников, подсветки струй, светодиодные ленты по периметру фонтана и укладка мозаики на дно чаши. Параллельно с ремонтом самого фонтана идут и другие виды работы в рамках комплексного обновления улицы Молодогвардейской в преддверии Мундиаля. Обновление происходит под пристальным контролем общественности и очень важно соблюсти поставленные сроки. Полностью завершить работы планируется до 31 октября. Мы посмотрели все сметы. У нас очень четко и эффективное расходование бюджетных средств. Самое главное, на что обращает сегодня внимание Общероссийский народный фронт, это то, чтобы были соблюдены четко сроки. Наше самое знаковое место – это Самарская площадь, это фонтан 30-летия Победы, который, соответственно, имеет прямое отношение к Самаре, как к городу, который ковал Победу. Мы видим, как он изменяется действительно в лучшую сторону. Безусловно, это знаковое место в городе, наверное, не только для меня, но и для всех горожан. Во-первых, эта композиция была приурочена к юбилею Великой Победы. Ну и вообще Самарская площадь – это одно из любимых мест для всех горожан, я думаю, в том числе и для меня. Новое оборудование позволит создать динамическую световую и водную картину. При распылении водные потоки будут меняться вместе с цветовым освещением. На объекте уже была проведена промывка систем подачи и отвода воды. Форсунки работают исправно. Рисунок мозаики не изменится, а сама плитка будет гораздо прочнее и должна прослужить около 50 лет. Стеклянная мозаика у нас не царапается. Она имеет долговечный срок службы около 50 лет. Имеет такую же цветовую гамму, как и полимер. И поэтому эстетический вид у нас по георгиевской ленте не поменяется. А это уже другой фонтан. Самарцы зовут его трехглавой «Змей Горыныч». Официальное же его название – «Красное знамя». Здесь только что закончился демонтаж. Фонтан был построен в 50-х годах и уже в середине 70-х перестал работать из-за прогнивших коммуникаций и разрушений. Будет бетонная чаша, глубина 1,40 метра. Облицовка все будет гранитом. Фонтан будет. Он ориентировочно будет такой же, как и был, то есть форма, я имею в виду. Именно расположение самих струй сейчас на данный момент окончательно согласовывается. Планируется 28-30 точек по периметру. Также планируется устройство подсветки. По договору срок окончания работ – конец ноября. Но подрядчик уверяет, что завершить и сдать объект успеет в конце октября. Работы будут вестись в две смены. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.